МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в среду, 14 февраля. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратко о главных событиях. Всем филиалам партии Нуратан необходимо активизировать работу партийных комиссий. Тесно сотрудничать с государственными органами, своевременно выявлять и поднимать проблемные вопросы. В Караганде состоялась 29-я конференция областного филиала партии. Многие работодатели требуют от своих сотрудников справку о ВИЧ-статусе. Законно ли это? Этот вопрос обсудили в областном центре по борьбе и профилактике СПИДа. 54 участника войны в Афганистане продолжили войну с преступностью в органах правопорядка Карагандинской области. В Департаменте внутренних дел отметили день вывода советских войск из Афганистана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И теперь подробнее об этих и других событиях. Всем филиалам партии Нуратан необходимо активизировать работу партийных комиссий. Тесно сотрудничать с государственными органами, своевременно выявлять и поднимать проблемные вопросы. Об этом и многом другом шла речь на 29-й конференции областного филиала партии. В работе конференции принял участие председатель филиала Ерлан Кушанов. 79 делегатов со всех регионов Карагандинской области приняли участие в 29-й конференции областного филиала партии Нуратан. Это первые заместители председателей, председатели общественных советов и комиссии партийного контроля. Сегодня реализуется план модернизации партии. В соответствии с ним нуратановцы должны быть в авангарде информационной работы о задачах послания президента. Об этом говорила первый заместитель председателя областного филиала. Особое внимание Кадиша Успанова уделила своевременному выявлению различных проблемных вопросов. На многих предприятиях, как, к примеру, Карагандинском машинстроительном заводе «Мейкер», существует большая негватка инженеров, операторов, которые могли бы работать на современном оборудовании. Только одно это предприятие нуждается в статах таких специалистов. Филиалу партии необходимо выявлять и поднимать подробные вопросы, способствовать организации взаимодействия исполнительных органов, предприятий вузов и колледжах данных направлений. Главным курирующим партийным органам, региональным комиссиям по направлению предвыборной программы партии, развития высоких технологий, аграрный сектор, областному общественному совету по поддержке предпринимательства необходимо не реже шести раз в год проводить заседания с участием руководителей государственных учреждений, администраторов программ, представителей общественности и СМИ. На заседаниях рассматривают проблемные вопросы реализации госпрограмм, систематизируют предложения по совершенствованию законодательства и вносить их на рассмотрение депутатам парламента. Председатель областного филиала партии Ерлан Кушанов отметил, что для притворения в жизнь амбициозных задач, намеченных в послании главы государства, важно объединить усилия партийцев, государственных органов и неправительственных организаций. Партия Бахмана главная была в реализации государственных органов. И наша важная задача наших партийцев – это доведение до каждого зрителя судей проводимых рекорд государственных программ. И в первую очередь те задачи, которые мы поставили в послании. И доводить это на понятном языке. А также было отмечено, что филиалы партии должны быть организациями, куда любой гражданин может обратиться с различными вопросами. Глава областного филиала подчеркнул, что партийцы должны работать внутри общества, представлять и отстаивать интересы населения. В ходе конференции также были озвучены и выдвинуты кандидаты в депутаты областного маслехата. На 25 февраля назначены довыборы депутатов в маслехаты всех уровней вместо выбывших. Всего по области 9 вакансий. Делегаты конференции единогласно проголосовали за предложенных кандидатов. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Казахстане работодатели по-прежнему без основания требуют от сотрудников справку о ВИЧ-статусе. На пресс-конференции, посвященной теме влияния ВИЧ-инфекции на бизнес, сотрудники областного центра СПИД рассказали о дискриминации зараженных лиц, а также о том, какое влияние данное заболевание имеет на бизнес. Во многих странах ВИЧ-инфицированных боятся как прокаженных. Несмотря на то, что инфекцией сложно заразиться при ежедневном тактильном контакте или воздушно-капельным путем, общество по-прежнему дискриминирует тех, кто оказался во власти этого заболевания. Чаще всего трудности возникают при трудоустройстве. На сегодняшний день в Карагандинской области проживают свыше 2000 ВИЧ-инфицированных. Среди них лишь 40% являются работоспособными. Во многих случаях этих людей просят предоставить справку, определяющую ВИЧ-статус. Сотрудники областного спидцентра заявляют, таких оснований у работодателей нет, а само заболевание не имеет никакого негативного влияния на бизнес-структуры. Имея низкую распространенность ВИЧ-инфекции, конечно же, мы можем говорить, что для предприятия нашего Казахстана, предприятия нашей Карагандинской области влияние негативного влияния на ведение бизнеса на сегодняшний день очень низкое. Ну, таких, конечно, статистики у нас нет, чтобы они, как бы, большинство из них имели, да, но есть такие вопросы, особенно они начали выходить вот за последние годы, да, что наши лица, живущие с ВИЧ, я думаю, это в силу того, что неправильные информированные наши работодатели о путях передачи ВИЧ-инфекции, да, имеют такой вот, к сожалению, да, отрицательный характер. Глобальный индекс конкурентоспособности состоит из 114 показателей, которые в том числе затрагивают вопросы распространения ВИЧ-инфекции, а также ее влияния на бизнес. Если по первому показателю Казахстан занимает первую срочку с низкой распространенностью инфекции, то второй показатель является явным примером того, что руководители бизнес-структур все еще уверены в негативном влиянии заболевания на их бизнес. Как итог, ВИЧ-инфицированные граждане сталкиваются с дискриминацией на рабочем месте, которое влечет за собой увольнение. Зачастую человека напрямую не увольняют из-за этого статуса, а начинается дискриминация, в общем, ищут причины другие в том, что человека уволить. Или человек доводят до такой степени, что он увольняется сам. Ну, как бы, начинается шушуканье за спиной. Очень много таких случаев, что вот у нас вот девушка работала на автомойке. Казалось бы, там, ну, кого она там может заразить, да? Машины, что ли? Извините. Вот, и как бы, вот эти вот все шушуканье за спиной, и, в общем, довели до такой степени, что она вынуждена была уволиться. Нельзя забывать о том, что люди, живущие с ВИЧ, имеют те же права, что и неинфицированные граждане. Их увольнение или же отказ в приеме на работу является противозаконным действием. При желании каждый ВИЧ-инфицированный гражданин имеет право скрыть свой ВИЧ-статус от окружающих. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. 15 февраля исполнится 29 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Не секрет, что многие ветераны, вернувшись домой, нашли себя в органах правопорядка. Именно поэтому дата 15 февраля является особенной для карагандинских полицейских. В областном департаменте внутренних дел состоялось торжественное праздничное мероприятие. Чествовать воинов-интернационалистов стала доброй традицией Департамента внутренних дел области. В честь 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана карагандинские полицейские организовали прекрасную концертную программу для ветеранов. С поздравительным словом выступил первый заместитель Департамента внутренних дел Карагандинской области Ерлан Умарбеков. Этот день праздник для всех, кому далекий Афган стал не только полем битвы, но и школой мужества, началом великого воинского братства и пути. Долгие годы Афганской войны коснулись не только участников, но и всего народа нашей большой страны. Изменили ход мировой истории. В этот день мы чтим память не только погибших, но и выражаем глубочайшую признательность всем тем, кто вернулся домой и несет в своем сердце огонь Афгана, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг, кто передает эстафету памяти своих оставшихся в горах Афганистана товарищей. Через войну в Афганистане прошли 54 сотрудника Департамента внутренних дел Карагандинской области. На сегодняшний день лишь один из них работает в полиции. Ардахан Тахпаев награжден медалями за боевые услуги и батаршапагате. По исполнении 18 лет тогда еще не окрепшего юношу погрузили в пучину Афганской войны. О своей службе ветеран рассказывает с улыбкой на лице. «Для меня честь служить своей родине», – гордо отметил заместитель начальника ДВД. По сей день ветеран Афганской войны занимается воспитанием молодого поколения, показывая на своем примере, что такое отвага и преданность своей стране. Служу. Я горжусь своей профессией. Я занимаюсь должным замначально по кадрам работе в ДВД области. Я на своих примерах показываю, всегда совещания провожу, всегда говорю, что там происходило, чтобы не было никогда войны. Среди зрителей были казеты, молодые полицейские, студенты, а также семьи погибших солдат. Украшением мероприятия стали выступления вокального ансамбля Департамента внутренних дел. На один день сотрудники полиции облачились в парадную форму и согрели сердца присутствующих песнями о материнской любви, военном долге и павших товарищах. Как отметили сами ветераны, для них 15 февраля не праздник, а возможность отдать дань уважения братьям, которые так и не вернулись из страны песков и диких скал. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Солдаты срочной службы войсковых частей регионального командования Астана посетили гарнизонную гауптвахту. В отделе военной полиции реализуются мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений в армейской среде. Строгий пропускной режим, решетки, камеры – все это похоже на тюрьму или следственный изолятор. А это и есть тюрьма, только для военных называется гауптвахта. Эти молодые солдаты еще ни в чем не провинились. В рамках реализации программ профилактики правонарушений и преступлений в армейской среде отдел военной полиции Карагандинского гарнизона организовал экскурсию для военнослужащих срочной службы. Данные мероприятия проводятся регулярно сотрудниками военной полиции и другими военными правоохранительными органами. Мероприятие полезное для наших военнослужащих. Не надо нарушать закон и также воинскую дисциплину. Военные особо отметили, что сегодня на гауптвахте нет ни одного военнослужащего, отбывающего свое наказание. По словам военных полицейских, это стало возможным благодаря специально разработанным и принятым профилактическим программам и проводимым мероприятиям. В принципе, благодаря нашей программе профилактики 2016-2018 годы сейчас у нас идет значительное снижение в этом году. Допустим, с января месяца у нас не содержалось ни одного военнослужащего. На гауптвахте это уже идет в лучшую сторону, отмечается. То есть нами, командирами частей, другими правоохранительными органами, военными правоохранителями, в воинских частях проводятся правильные профилактические мероприятия. Упор в основном идет на пресечение, предупреждение и профилактику преступления правонарушений. Солдатам-срочникам показали устройство гауптвахты, рассказали о правилах содержания арестованных военнослужащих, совершивших правонарушения. Подобные мероприятия, рассчитанные на профилактику правонарушений и преступления в армейской среде, планируется проводить регулярно. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И в мирной жизни есть место подвигу. Это не раз доказывали и доказывают стражи порядка. 1 марта 2016 года участковый инспектор майор полиции Даурен Алтаев, не раздумывая, бросился в горящую квартиру. Он знал, что здесь находятся маленькие дети. Одного за другим он вынес их на улицу. За свой героический поступок Даурен был награжден медалью «Ерли Гэшин». И все же свой поступок майор полиции Алтаев не считает героическим. Так должен поступать каждый, заявил он студентам. Он также рассказал, что у него четверо детей. Один из сыновей хочет стать полицейским. У меня четыре ребенка, три сына, одна дочь. Сейчас все учатся в школе. Сын по имени Тамерлан говорит, что хочет быть как отец полицейским. Но жизнь покажет. Скромность – еще одно качество характера, присущее настоящим героям. О поступке Даурена Алтаева стало известно лишь тогда, когда родители детей обратились к руководству карагандинской полиции с благодарностью. И таких ярких примеров много. Спасение людей во время пожаров, столкновение с опасными преступниками. И происходит это в наше мирное время. Общение со студентами проходило в непринужденной обстановке. На сцене выступали солисты творческого коллектива Департамента внутренних дел. Они исполняли патриотические песни, в том числе и собственного сочинения. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 23 февраля во Дворце культуры Горняков в 15 часов состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области и Ирлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. С 12 февраля начинает работать телефон горячей линии, по которому можно передать главе области свое обращение. С 19 по 22 февраля в спортивном комбинате имени Нуркена Абзирова будут проводиться дни открытых дверей с участием представителей областных управлений. В городах и районах размещены ящики для сбора обращений. На сайте Акимата Карагандинской области на постоянной основе работает виртуальная приемная Акима. 23 февраля в 15.00 часов отчетная встреча Акима области будет транслироваться в прямом эфире на областных телеканалах, интернет-ресурсе на сайте Акимата Карагандинской области, а также в социальных сетях. И это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин